Музыка По состоянию на 15 марта вакцинацию от коронавируса завершили 1772 человека в процессе вакцинации 1074. Такие данные приводит Департамент здравоохранения труда и социальной защиты населения НАУ. В регионе идет активная вакцинация жителей сел. Сделать прививку от коронавируса могут все желающие жители Нинецкого автономного округа в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний. Проведение дополнительных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется. Исследование необходимо только тем гражданам, у которых новая коронавирусная инфекция была подтверждена, и кто получил соответствующее лечение, а после решил вакцинироваться. Как сообщили в профильном ведомстве, остальным гражданам специально обследоваться на антитела нет необходимости. Согласно рекомендации Минздрава России, делать прививку после зарегистрированной перенесенной инфекции можно лишь через 6 месяцев. В случае иных респираторных заболеваний учитывается степень тяжести заболевания. Тогда прививку можно делать через 4-14 дней после консультации с врачом. Если человек болен, вакцинация не проводится. Кроме того, вакцинация от COVID-19 проводится отдельно от других видов вакцинации. То есть ее нельзя совмещать с другими прививками. Промежуток между другими прививками и прививкой от COVID-19 должен составлять 1 месяц. В Ненецком округе вакцинация проводится во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в Центральной районной поликлинике Заполярного района и в сельских медучреждениях. Записаться на вакцинации от COVID-19 на Ринмаре и поселке Искатели можно на портале Госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также в своей медорганизации. С 15 марта 2021 года на территории Ненецкого автономного округа стартовал первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщий, где торгуют смертью», которая продлится до 26 марта 2021 года. В рамках акции проверят места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Жители Ненецкого автономного округа могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях в Управлении внутренних дел. По телефонам 4-39-95-4-30-17, либо на телефон доверия 8-818-53-4-21-52. Анонимность гарантирована. Стоимость путевки на семгу снижена. Теперь стоимость путевки на вылов одного экземпляра составляет 1500 рублей. При этом, помимо атлантического лосося, по ней можно будет выловить до 10 килограмм горбуши. Об этом в ходе еженедельного расширенного совещания сообщил глава региона Юрий Бездудный. После обсуждения этой проблемы с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, ведомство пошло местным рыбакам навстречу и снизило стоимость путевки. Стоимость путевки на вылов семги повысили в 2019 году с 2 до 3 тысяч рублей. Это вызвало недовольство рыбаков-любителей. Тогда властям региона удалось сохранить стоимость разрешений на уровне 2 тысяч рублей. Для этого была проведена работа с Минсельхозом России. Жители Нинецкого округа могут погасить ипотеку материнским капиталом в банке без обращения в пенсионный фонд. Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на уплату первоначального взноса или погашение основного долга по кредитному договору можно сразу в банке, в котором оформляется кредит. Также через банк можно погасить материнским капиталом жилищный кредит, оформленный ранее. Обращаться в пенсионный фонд при этом не потребуется. Теперь вместо двух обращений в пенсионный фонд и банк, семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые сведения из документов банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты его подачи. Еще пять рабочих дней отводится на перечисление средств в случае принятия положительного решения. Улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств – самое востребованное направление распоряжения материнским капиталом. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет в регионе 27 марта, участники смогут проверить знания по русскому языку. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособорнадзор задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям. В рамках акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми, ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, от проверки через рамку металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Задание пробника – это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, примерная продолжительность 40 минут. Чтобы стать участником всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями в НАУ», необходимо обратиться в региональный центр обработки информации, который расположен на базе Ниньского регионального центра развития образования, заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных, подойти в школу номер 1 27 марта в 9 часов 30 минут с паспортом, далее следовать инструкции организаторов ЕГЭ. Начало экзамена в 10 часов. Более подробную информацию можно уточнить по номеру телефона 2-19-05. Комитет гостехнадзора профильного департамента Ниньского округа организует прием экзаменов на право управления самоходными машинами на территории муниципальных образований региона. Для этого сельсовету необходимо заключить соглашение с гостехнадзором. Заключили соглашения Канинский, Хаседохардский, Хариверский и Юшарский сельсоветы. Остальные пока не торопятся. Еще два муниципалитета отказались заключать соглашение. Инспектор для приема экзамена выезжает в муниципалитеты раз в год. Но при наличии заявок может делать это чаще. Чаще всего сельчане сдают экзамены на право управления мотосредством категории А1. К ней относятся квадроциклы и снегоходы. Заявку на сдачу экзаменов жители указанных муниципалитетов могут подать в администрацию своего сельсовета. Министерство природных ресурсов в экологии России разработало новый проект приказа о внесении поправок в действующие правила охоты, касающиеся охоты в 15-километровой прибрежной зоне Северных морей. Это следует из письма Минприроды на имя депутата Государственной Думы России Сергея Коткина, подписанного главой ведомства Александром Козловым 10 марта 2021 года. Документ должен ликвидировать техническую ошибку в тексте и снять запрет на спортивную и любительскую охоту в 15-километровой прибрежной зоне морей Северного Ледовитого океана для представителей коренных малочисленных народов Севера, их общины, а также граждан, которые не относятся к ним, но постоянно проживают на указанной территории. В Нинском автономном округе в установленную зону попадает более 15 населенных пунктов, в их числе Шойна, Чижа, Нейс, Напа, Белушья, Воланга, Индига, Амдерма, Уськара и Кия. Почта России и Наринмарский объединенный авиаотряд в 2021 году продолжили совместно доставлять корреспонденцию чартерами и по совмещенным маршрутам, так называемым кругорейсам. С начала года в удаленные населенные пункты Нинницкого автономного округа вывезено около 12 тонн почтовых отправлений. Так, в январе кругорейсы доставили около 5 тонн почты в 11 населенных пунктов. Нижнюю Пешу, Верхнюю Пешу, Ому, Амдерму, Каратайку, Шойну, Несь, Чижу, Коткино, Ваучейский и Индигу. В феврале выполнено два чартерных рейса в Амдерму и Шойну. Также было четыре кругорейса по маршрутам Наринмар-Уськара-Каратайка, Наринмар-Нижняя Пеша, Несь-Ома, Наринмар-Харута-Харивер, Наринмар-Индига-Коткино. Доставлено более шести тонн корреспонденции. Регулярные авиарейсы берут на борт от 30 до 60 килограммов почтовых отправлений. Чартерные рейсы и совмещенные маршруты позволяют доставлять до удаленных населенных пунктов гораздо больше корреспонденции и своевременно вывозить почту из сортировочного центра в Наринмаре. В марте запланированы рейсы в Бугрино, Амдерму, Шойну, Тькару и Каратайку. Напомним, дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах было подписано Почтой России с Наринмарским объединенным авиаотрядом в 2020 году. Первый почтовый кругорейс был выполнен 25 ноября. Он доставил груз из Наринмара в Индигу и Коткино. Редактор субтитров А.Семкин